ребята всем привет сегодняшняя тема реставрация только выехали с объекта только закончили вот эту классную сахарку перлу торговой марки файдаль и как всегда подводное течение может быть с течением обстоятельств может быть неаккуратность но ведь из-за меня вот эти места под потолком нужно реставрировать и в следующей комнате 9 декор есть такие же дефекты почему это происходит причин может быть много но в данном случае хотелось бы просто кого-то обвинять на будущее предупредить в данном случае натяжников которые делают потолки что те места которые потенциально могут быть слабые до верхушки обычно там штукатурка не очень в этих панельных домах она высыпается поэтому когда любите профиля было бы лучше использовать все-таки не ударный механизм на перфораторе а все-таки сверло может быть это немножко как бы дольше но зато мы избежим от этих вещей до хотелось бы чтобы все работали аккуратно и ценили труд друг друга очень сильно придется реставрировать вот это место над дверным проемом я уже его зашпаклевал то же самое я уже проделал с комнатой и спальней где у нас вельвет декор видите здесь тоже хватает таких мест 123 и вот местечко возле включателя вообще глубокая борозда будем сейчас подсушивать феном еще пошпаклевать пошкуривать значит получился шелк здесь очень классно конечно красиво но эти места будем как бы убирать так что мы будем использовать какие материалы все штробы все сколы я шпаклевал тоже файдаловской шпаклевкой уже готовой акриловой шпатель финиш вот она хорошо шкурится и я использовал и реставрировать будем теми же материалами которые у нас остались да и перла вот и вон там стоит вельветик вот все это заделаем я покажу как объясню сейчас немножко в теории то есть что мы будем делать если такое произошло да у вас значит не расстраивайтесь берем шпаклевку изначально штробу всякие слабые слабые остатки штукатурки снимаем выдуваем это все кисточкой или пылесосом и все это грунтуем легонечко и пошпаклевываем если дало усадку еще раз пока не будет плоскость потом все это естественно вышкуриваем и начинаем подкрашивать и на латексом нашей подложкой раздельность грунтовкой после этого берем вельвет и наносим и эти места соединяем реставрируем то же самое мы сделаем с этой с нашей парной красивенной который мне очень понравилось блеск шикарный классный материал очень красивый вот эти места тоже подреставрируем и все будет хорошо будем торопиться потому что люди у нас уже на последних днях скоро появится ребенок в этом доме и хотелось бы чтобы уже этих ремонтных работ здесь не было все начинаем значит немножко снимать неудобно но используя вот такую мягкую поролонку и вот такую подложку от ламината для того чтобы не сыпалась на пол то есть я вот так подставил вот под место реставрации и шкурочка вот это все прошкурил и я думаю то что я сейчас это не снег не снял для вас особой погоды строить не будет да вот пошкурили вот взяли кисточку вот и это все убирать точно также там и потом но влажно практически сухой тряпочкой то все протерли и потом только приступим к нанесению подложки тоже дело самое проделываем с комнатой с вельветом взял и шпаклевки буквально чуть-чуть акрил финиш ну и все очень просто нанес уже не буду носить потому что я сейчас нанес неудобными сейчас снимать нет у меня здесь не лапы не подсветки не держателя значит сейчас она подсохнет благодаря не про ему то еще с этим феном я подсушу вышкурю и будем переходить уже к покраске то есть вот такие этапы вроде бы все по чуть-чуть но время забирая да там уже все хорошо я вышкурил снял пыль и еще вот это место осталось так что сейчас я его еще заканчиваю и продолжаем реставрационное место подсохло берем наждачку тут несколько 120 к и приводим этот порядок значит ребята скажу сразу откровенно что акрил шпатель шпаклевка хорошая конечно но она на то и финиш чтобы тонкослое делать здесь пришлось несколько раз мне наносить потому что на усадку большую дает но это было бы естественно поэтому используйте лучше там фиген филлер пил фикс чем-то таким забивайте что усадку дают минимальную там нулевую а так принципе нормально шпаклевка ребята ну понятно что мусор после себя нужно убрать берем вот такой аппарат и наводим порядок чистота и порядок после себя прибрались штроба четкая начинаем подложку делать еще немаловажный момент скотчем же нужно обклеить чтобы потолок не запачкать все ребята маленькие такие дубли этапы но подготовка закончена все по сути в живом времени но потратили мы на это все полчасика с видеосъемкой обклеились подмазали пошкурили ну вот минут 40 максимум а так чисто работы минут 15-20 ну что пойдем красочку искать какая работа без кофейка доставка на дом прямо здесь война кава кашевого город канев заказал одного хорошего доста доставщика сейчас принесет попьем кофейку и продолжим завод зовут зовут его миша миша кава рекомендую это ставка буквально три секунды ребята работают очень быстро сейчас попьем сверху за пошло каневскую каву считаем до трех раз два три это переходим к латексу ну естественно его немножко перемешали вот взяли на маленький валик сняли лишнее и тоже аккуратно возле стыка чтобы не дошло под скотч и прокрашиваем край соответственно оставляем в ванной без ровной линии возможно сделаем в два захода сейчас феном посушим все будем ускорять вот здесь это не требует прям технологичного такого естественного высыхания можно ускорить красен тот фрагмент и переходим на синий шелк наносить вельвет распаковали размешали здесь уже нанес подложку пятнышко стало однородным где-то себе кинули на раскатали или лишние ну и вся та же самая процедура начинаем закрашивать делаем фон она подсохнет и сделаем рисунок та же последовательность которая и при стандартном нанесении край оставляем ванной и так все закрашиваем подложка подсохла и наносим уже сам материал жирненько наносим ну как относительно как обычно под накатываем буквально немножко до сплава и начинаем распределять ребята но снимать было неудобно но движение те же которые при стандартном нанесении я уже поставил розеточку то есть перехода мы не видим все единым ковриком отреставровали это место сейчас там еще закончим и все ребята реставрация прошла успешно ничего не видно очень демонстрирую но может быть не так детально показал как я все реставрировал но мне неудобно я сегодня налегке без инструмента штатива нет и это все очень неудобно держать но суть не в то что вельвет декор когда торговая марка файдаль материал очень хорошо реставрируется декораторы об этом знают предупреждают заказчиков это является очень серьезным плюсом любую серьезную как бы выбоину или какой-то дефективный можно привести в порядок стык идеальный здесь тоже вот поэтому видео больше касается может быть потенциальных заказчиков которым нравится шелк но они боятся что он тонкослойный но опять же он хотя и тонкослойный но он хорошо реставрируется это является я считаю колоссальным плюсом этого материала сейчас чего быстренько сделаю сахарку пару может быть дублей и видео будем будем заканчивать так перешли к парле подложка тоже уже подсохшая видите это пятно скотч и сейчас нанесем подбор все так же на кисточку терял берем наем немножко подсохнуть и расформируем песочек по рисунку разогрена востоке в в в в в в Продолжение следует...